С утра до вечера в самарских автобусах, трамваях, троллейбусах, маршрутках и метро проверяют соблюдение масочного режима. Рейды организуются ежедневно. Позаботиться о себе и окружающих не так сложно, достаточно надеть маску. Я сама учусь в медицинском колледже и считаю, что это очень важно. Но так как это все-таки вирусная инфекция, она передается воздушно-капельным путем. В межведомственных рейдах участвуют представители перевозчика, городского департамента транспорта, добровольные народные дружины и полиция. В часы пик рейдовый контроль усиливается. Маска должна прикрывать плотно нос и рот и сохраняться на всем протяжении поездки. При выявлении граждан, которые не желают это требование соблюдать, сотрудникам полиции составляется административный протокол по статье 20.6.1, часть 1, где предусмотрен штраф для физических лиц до 30 тысяч рублей. При рецидиве тот же гражданин по решению суда может быть оштрафован на сумму до 50 тысяч рублей. Только за прошедшую неделю в суды направлено 29 протоколов. За весь период сентября 2020 года 1969 протоколов, в том числе и 990 за текущий год. Проверяющие обращают внимание не только на пассажиров без маски, но и на сотрудников транспортного предприятия. Наши сотрудники, экипаж, кондуктор и водитель получают утренний инструктаж о том, что они должны быть в защитных средствах и должны напоминать об этом пассажирам. Проверяющие отмечают, зимой пассажиры охотнее надевают маски, чем в теплый период, ссылаясь на духоту. Тем не менее, пренебрегать средством защиты не стоит. 2 мая стартуют дачные перевозки. Самарцы отправятся на свои пригородные участки. Без масок в общественный транспорт их пускать не будут. А проверка наличия средств защиты будет организована уже на входе в салон. То же самое касается начавшихся перевозок в направлении кладбищ в религиозные праздники. Пожилые пассажиры уже это помнят с прошлого года. Они всегда очень сознательно и ответственно к этому относятся и всегда имеют с собой маску. И даже если кто-то забыл, они предлагают воспользоваться своей маской. Проверяющие отмечают, чтобы маски отменили, их нужно носить. Как только позволит эпидемиологическая обстановка, ограничения снимут. Михаил Ермоленко, Юлия Василькина, Николай Сидоров. События. Спасибо.